Как же давно я не разговаривала, у меня язык заплетается, простите Дорогие друзья, огромнейшие всем приветики! Меня зовут Марьяна и вы на моем YouTube-канале про моду-стиль, шоппинг и шмоточки И у нас сегодня с вами огромная тема Мы будем разбирать с вами образы стрит-стайл модниц и фэшн инфлюенсеров Я думаю, что все вы в курсе про понятие насмотренность Уже всем нам приевшиеся, которые означают не только бесконечно пожирать глазами различные картинки, но и анализировать их Это самое главное, что нужно знать о насмотренности Вам нужно раскладывать образ, который привлек ваше внимание буквально на молекулы И понять, почему же он так работает и почему он вам понравился И на сегодняшнее видео меня вдохновили работы студентов одной из школы стилистов Где предлагается разобрать образ стилиста или инфлюенсера на составляющие И меня очень часто в Instagram отмечают на таких картинках Сегодня мы залезем в аналы моего гардеробного шкафа Поскольку будем все примерять на себе И я попробую для себя составить какие-то новые комбинации Но могу вам сказать, что к копированию я отношусь как модница Довольно скептически Я не люблю повторять чужие образы, поскольку в них нет частички меня Но вдохновиться почему бы и нет То есть разобрать, какое цветовое сочетание хорошо работает Какие принты хорошо взаимодействуют друг с другом Или, когда у тебя ступор, какие аксессуары подобрать Опять же, бежим в Pinterest и смотрим картинки Что сделала я? Я зашла в Pinterest Набрала свои любимые 4 слова в графе поиска Street style fashion week И начала листать Подбирала я не совсем те образы, которые бомбанули в моем сознании И мне захотелось их срочно повторить путем поиска в различных онлайн-магазинах этих вещей Я подбирала те образы, которые теоретически я могла бы подобрать Раскрыв свой гардеробный шкаф Как моднице мне повтор не очень нравится Но как стилисту часто приходится с этим работать Особенно в формате хочу-могуб Я помню, когда-то у нас была съемка для L'Oreal Preference Где нам нужно было повторить образы подиумные, трендовые С помощью одежды с Wildberries И вы знаете, у нас получилось Причем, что нам нужно удовлетворить всю пищевую цепочку Создать красивую картинку, чтобы она понравилась агенту, клиенту И в конце самой Эвелине Хромченко Если вам интересно, вы можете посмотреть Это где-то есть в YouTube Ну что ж, я предлагаю нам приступать Начнем с самого-самого простого И затем перейдем уже к сложным образом Который я называю funny fashion Где много составляющих элементов Которые довольно сложно взаимодействуют друг с другом И мы подберем ключ Как же вам самим составлять сложные образы Руководствуясь вашей насмотренностью Приступаем Итак, первый образ Который, на мой взгляд, не видел только слепой Потому что он облетел весь Инстаграм И эту картинку очень часто даже на Алиэкспресс используют Она здесь ваша любимая цветовая гамма Бежево-коричневая, монохромная Где сочетаются теплые и холодные оттенки И фактуры Повторить этот образ действительно очень легко Знаковый момент здесь Это топ с подкладными плечиками Который был и у Вэтмоуд, и Дрис Ван Ноттен И Франки Шоп Этот топ заправлен в брюки с высокой талией И мягкая сумка Что у девушки на ногах, я не знаю Но могу только предположить Что что-то в той же монохромной гамме Спокойной Довольно элегантный образ Кстати, про элегантность, если говорить То, конечно, монохром и сочетание в себе Не более трех оттенков Отсутствие декора обильного Всегда ведет за собой такой некий флёр элегантности Ну что, повторяем Итак, на мне топ с подкладными плечиками От бренда YouWona Кстати, одна из моих последних покупок Поэтому, видимо, мне захотелось этот образ поставить первым И вообще, все бренды, которые сейчас доступны и есть в продаже Я обязательно оставлю ссылочку под видео Что мы делаем? Мы заправляем топ Возьмем какие-нибудь абсолютно нейтральные лодочки Сумец Прям практически один в один у нас получилось с картинкой Ну и, конечно же, черные очки По-моему, с простым заданием мы справились Образ номер два Опять же, собран в довольно сдержанной цветовой гамме И повторить многим девчонкам его будет под силу Что у нас здесь? У нас здесь белая футболка Скорее всего, либо жилет, либо футболка с такими же подкладными плечиками Брюки на высокой посадке, бежевые Здесь, возможно, деним Но мы возьмем что-то помягче, что нашлось Заправленные в мягкие сапоги Огромный клатч И серый оверсайз жилет Если раскладывать этот образ по элементам Абсолютно ничего сложного Вы можете заменять цвета То есть вам нужно взять ту цветовую гамму, которая здесь есть на фотографии Но элементы в этих цветах могут быть другие Например, вы можете взять серого цвета брюки Вы можете взять белый жилет вместо серого А футболку сделать серой В общем, поиграйте на цветах Скрините именно то, что вас здесь зацепило Что вам нравится? Цветовая гамма, форма, фактуры, которые использованы Ну, а мы с вами переодеваемся Так, у нас та же самая футболка, как в предыдущем образе С подкладными плечиками Для того, чтобы создать вот ту объемную, широкую линию плеча Как на представленной картинке со стрита Объемные брюки с защипами на высокой талии Добавляем золотую цепь Добавляем сапоги Куда заправляем брюки Поверх, в отсутствие жакета без рукавов Добавим жакет с рукавами Ботега у нас родная Ну, что скажете, насколько мы преуспели в этом образе? Итак, образ номер три Не такой монохромный И что первым делом считываем здесь мы Ну, во-первых, гендерную флюидность Если забрать у девушки сумку Мы вполне можем представить такой комплект С рубашкой с коротким рукавом С брюками свободными, трубами и кедами На мужчине Хотя, я думаю, что Александр Рогов сказал, что даже сумку-то и не надо забирать И здесь мы можем видеть в нашем образе, который составлю я Как раз хочу-могу Рубашка на девушке Жак Мюз Мы возьмем такую же из Зары Кстати, в мужской Заре очень много подобных рубашек Рубашка, принт и брюки как будто бы вытянуты по оттенку из этого принта Но хотя по свету чуть-чуть темнее Я думаю, что принцип подбора этого образа довольно понятен и легко повторим Итак, мы вычленили основную фишку этого комплекта Но создали образ в других оттенках На мне рубашка в размере S И она явно маловато Стоило бы взять M Это стопроцентная вискоза А в Заре Мэн есть еще классные рубахи хлопковые Они будут больше похожи на рубаху с картинки Широкие брюки свободные Плюс белые кеды и белая сумка Итак, образ номер 4 Вот здесь, конечно, строится не только на интересном сочетании оттенков Хотя блузу подобное у меня есть Но я никогда не подумала бы надеть ее с лимонными брюками Как за счет кроя блузки Он действительно очень интересный и не банальный И сразу видно, что, скорее всего, это не масс-маркет Как у меня, так и у модели, которую мы видим Что здесь? Блуза цвета топленого молока Лимонные брюки с защипами, зауженные книзу Бежевые лодочки и бежевая сумка И все вместе смотрится очень даже приятно Так что вот это один из образов, который меня навеял на новое сочетание цветовое И я, в принципе, даже не постесняюсь, если что, его повторить Итак, на мне сложного кроя блуза Awake Mode Поверьте, она не только с виду сложного кроя Надевать ее примерно так же сложно, насколько она выглядит Мне хочется, знаете, обратиться ко всем дизайнерам Ребята, зачем вы делаете блузы в светлых оттенках, которые нужно надевать через голову Через узкий-узкий проем Ну, как бы мы все пользуемся мейкапом и следы просто неизбежны Итак, в образе в этом нет никаких ярких цветовых пятен То есть он практически в монохромном исполнении на таких полутонах и полуоттенках Добавили еще анкл-браслет Очень хорошо поддерживает моего любимого жука на сумке Вещи все другие, но силуэт и эстетика этого образа, по-моему, сложились Моя любимая Джильда, вам брось все Очень мне нравится, как она одевается И советую девчонкам тоже обратить внимание на ее стиль Что же здесь мы видим? Это сочетание на контрасте акцентного неонового топа с Total голубым Таким же насыщенным На месте зеленого неонового топа мог оказаться и любой другой контрастный цвет Например, фуксия или яркий желтый Это одно из тех сочетаний, которое меня тоже довольно вдохновило на повторение С этим костюмом Майм Студио вы уже знакомы В прошлом влоге мы сочетали его с красными кедами И здесь вот сейчас он выступает с неоновой футболкой из Zara Неончик найти сейчас очень легко Костюм такого цвета сложнее Удивительно, что мне примерно, ну, мой взгляд Примерно так же, как и Джильди, идет это цветовое сочетание Это странно Муглая брюнетка и белокожая блондинка Причем, если вы только начинаете свой путь к поиску собственного стиля Путь к началу ваших экспериментов Как раз вот такие цветовые сочетания и различные цветовые схемы Это первое, на что вы должны обращать внимание Когда видите тот или иной образ на картинке Приступим сейчас к более сложным образом На первый взгляд здесь все просто Легкое шифоновое платье с кружевом, с плясировкой, с декольте С корсетными чашками Очень-очень девчачьи и брутальные сандалии В стразах, я думаю, что это Кристофер Кейн Платье селф-портрет По бренду это разложить все элементарно А вот повторить это в масс-маркете другой вопрос Золотые украшения Обратите внимание, золотые украшения на шее Плюс отделка на сандалиях в серебре Я думаю, что здесь тоже все просто И здесь вся фишка не в том, чтобы сочетать Именно два этих довольно драматичных цвета Красный и черный А в том, что любое легкое платье Возможно, даже коктейльное Здесь оно как раз не пляжное, не городское А именно коктейльное платье В сочетании с брутальной обувью Вот, казалось бы, у нас все есть для этого образа Красное платье на корсете Брутальные сандалии Сумковедерко, золотые украшения Даже очки Но, на мой субъективный взгляд Платье не хватает длины и легкости Что мы сделаем? Мы добавим сюда длину и легкость Конечно же, я эту юбку надену поверх платья Выглядит, как будто это часть платья Даже выручает нас Прячет вот эти шлевки А пояс от этого платья у меня потерян Что у нас здесь? Актуальный в этом сезоне яркий оранжевый Плюс шейный платок Если у вас залежи таких Вот, пожалуйста, вы знаете, как их носить Подбирайте так, чтобы один из оттенков на платке Совпадал с остальным костюмом Костюм здесь с остальной одеждой Здесь выбраны белые лодочки Опять же, растянут принт на платке Вы видите белую полосу на шейном платке Плюс бежевый ремень и более темного оттенка Коричневая сумка И очки здорово здесь подобраны Поэтому весь флер 70-х очень хорошо выдержан Так, на мне костюм В стиле 70-х Из микровельвета Обратите внимание на эти карманы Прям пахнуло 70-ми Это костюм лапина Он немного в более глухом оттенке, чем мы видим на фото Но тем не менее И это не рубашка с брюками А целиком костюм Но нам важно повторить именно то сочетание вещей Ту компоновку, которую мы видим на нашем образе Который пытаемся воссоздать Ремень Мы сделаем за счет двух одинаковых Соединяя их между собой Вообще история с соединением ремней Довольно прикольная Вы можете найти у себя какой-то новый аксессуар Который вам понравится И вы будете его использовать Попробуйте два абсолютно разных ремня соединить На ремнях, где есть такие пробитые уже заранее отверстия Намного проще регулировать объем Тот, который вам нужен Вот сейчас мы попробуем этот ремень обернуть Уводим лишние складки и объем назад И приступаем к основной детали этого образа Платок Добавим вот такую вот сережочку Ну и белые лодочки Это мы очень хорошо повторили Белых лодочек у меня навалом Могу 10 образов с белыми лодочками сделать И в каждом из них будут разные мои белые лодочки Зачем мне столько? Вуаля! Мы готовы Когда мы видим белое платье Коктейльное С объемными рукавами Довольно простой по цветам комплект И тут бабац Вечерняя сумка Яркая, акцентная И также такое платье подобное у меня есть И выгуливала я его в более простой комбинации С брутальными ботинками и черным клатчем А вот здесь опять же идея Почему бы не добавить сюда какой-то акцент Не в виде украшения Не в виде крупных серег или колье Не в виде пояса А именно взять такую сумку Такой клатч, который больше напоминает елочную игрушку Так, у нас белое платье с рукавами-фонариками Лаконичные белые лодочки И две самые бешеные сумки из моей гардеробной на выбор Фишка в том, что именно сумка самая чумовая, которая у вас есть Может стать акцентом в вашем образе Даже если на первый взгляд она не сильно сюда подходит Эта с перьями очень похожа на ту, что была на картинке Она также с отделкой различными стразами По цвету металла хорошо сочетается То есть вот я думаю, что с этой идет прям повторение идей того образа Эта соломенная, мне кажется, она даже больше сюда подходит Она по форме напоминает тот шарик из картинки Но боюсь, что эта сумка здесь намного более предсказуема, чем перьевая То есть это платье с этой сумкой я могла бы надеть и с сандалиями на плоском ходу И прогуляться где-то на европейском побережье Мечты пошли у меня, да? Ммм, комплект с гольфами Вы знаете, я думаю, что именно в таком сочетании ЧБ с объемными ботинками С, возможно, с кинни-шарфом или с галстуком Позволит нам, девочкам, которые чуть старше дошкольного возраста Выгуливать вот такие полупрозрачные контурные гольфы, как я их называю И не быть похожими на престарелую лолиту Ну, проверим сейчас Возможно, вы скажете, что все-таки нет, уже не стоит По-моему, я в этом образе немного напоминаю персонажа из комикса или мультфильма Ну, или глюкозу на худой конец Единственное, что есть у меня из этого лука стопроцентное Это ботинки Прадо, которые гуляются редко, но люблю их горячо Тренч заменили на кожаный жакет Айм Студио Скини-шарф на галстук Ну, гольфы почти как родные H&M Я даже не знаю, что я чувствую, когда примеряю Ну, да, наверное, со мной какой-то небольшой диссонанс То есть, если бы я носила гольфы, такого плана контурные С такими огромными ботинками То юбка, наверное, была бы чуть длиннее А блузку с галстуком и с этим кожаным жакетом Внизу, наверное, были бы все-таки брюки Ну, нужно черные Прям строгенько Чем же привлек мое внимание данный костюм В сочетании с блузой и с бантом? Ну, во-первых, зеленый В сочетании с серым Вроде мы знаем, что к серому цвету можно подобрать практически любой яркий оттенок И это будет работать здорово Но если мы посмотрим сейчас на ноги Мы увидим сандалии с белыми носками Очень спорный комплект, когда хочется верх отделить от низа И вот сейчас мы попробуем все-таки соединить верх с низом И составить какой-то более гармоничный комплект Поскольку мы видим, что подиум Он всегда дает нам почву для фантазии, для размышления Но не всегда приемлем в обычной жизни Ну, что ж, сделаем эксперимент Попробуем как-то добавить гармонии сюда А так, самый спорный образ на сегодня и заключительный На мне блуза из шелка Лапина подобную вы могли видеть в моей крутилке в инстаграм Льняные шорты И сандалии с носками В одном из последних постов у меня в инстаграм был дикий спор О том, уместно это или нет И вообще, как к этому относиться Не знаю, рискну ли я сама выгулить такие огромные дедушкины сандалии С такими цветными носками в ромбы Но для того, чтобы хоть как-то соединить довольно женственный верх С сандалиями, ну, не на каблуке Давайте рассмотрим такой вариант Я знаю, что после этого будет бурное обсуждение И, скорее всего, комментарии будут негативные Но почему бы это не показать Если бы мне хотелось куда-то выйти на стрит-стайл И быть замеченной Возможно, я бы так и оделась Но в данном случае Получается какой-то некий диссонанс Моей внешности с подобным образом Поэтому очень важно чувствовать Что вы на себе носите А не просто копировать Я данный образ Вернее, то, что ниже шорт Не очень чувствую Но если вам под ваш темперамент и настроение Это попадает Почему бы нет? Когда я вижу такие эксперименты на улице Я даже хочу погладить по голове Что девчонки не боятся так самовыражаться Популярный нынче прием Это забирать объемные длинные брюки-трубы Под перемычки или под завязки На сандалиях и туфлях Простые, спокойные Черные босоногие В сочетании с бежевым Вот таким оверсайз костюмом Особенно оверсайз здесь брюки И сумка наперевес Думаю, что тоже попробовать этот прием Заправить брюки-трубы в босоноги Давайте поэкспериментируем Так, на мне заготовка к образу Бежевые брюки Свободные, широкие Не такие длинные, как на нашей фотографии Но думаю, что провернуть Ту самую историю с босоногами У нас получится Босоноги из-за рочки с завязками Сейчас много где такие есть И начинаем перевязывать Сзади завязываем на узелок И затем выпускаем Сиди, кстати, хуже их завязывать Потому что брючина укорачивается И захватить тот же самый объем Не получится Ту же самую длину Сумка у нас наперевес Пойдет в ход фенди Ту же самую фишку можно сделать Не только с босоногами С завязками, как пуанта Но и с обычной перемычкой Вокруг щиколотки Бежевый комбез В сочетании с двумя акцентными цветами Это белая объемная сумка Плюс желтые лодочки Интересно, я как-то не пробовала Бежевый вот так сочетать с желтым И плюс еще, посмотрите, как Здесь здорово смотрится Браслеты на щиколотке Одна из новых фишек летних И я думаю, что этим летом Мы будем баловаться именно Браслетами на щиколотке Но сразу вам скажу Если вы хотите примерить Браслет для руки В качестве браслета для ноги Будьте аккуратны Потому что они рвутся При ходьбе напрягаются мышцы И чаще всего застежки не выдерживают Поэтому браслеты должны быть специальные Либо с очень-очень хорошим креплением Не на маленький крючок И звено А такой какой-нибудь массивный И солидный И очень крепкий Крепкий должен быть этот крючок И это звено Я заказала себе в H&M Браслеты для ног Сейчас прикреплю картинку Но они не успели мне прийти к этой съемке Цвет моего комбеза Не такой темный, как у девушки на фото Поэтому вот сейчас я заметила Что контраст с обувью не настолько очевиден Энкл-браслеты Белая сумка Пояс от комбеза Для того, чтобы не создавать лишний декор на талии Я увела назад Опустила рукава Подвернула брючины И я вот думаю Может быть нам попробовать сюда неоновые лодочки И тогда основная идея этого образа будет воплощена Сейчас чинжанусь Во, смотрите Мне кажется, вот так выглядит круче С теми лодочками они вроде бы и желтые Но отдают в горчицу И образ больше напоминает очень лаконичный, монохромный А здесь акцент в виде сумки и обуви как раз соблюден Что мы видим сейчас на картинке Это микс принтов Это объемный жакет в клетку Обувь в тон Плюс юбка Гуччи Плюс блузов в цветочек Мельфлер И сумка в горох Когда девчонки пишут мне комментарии о том Как, скорее всего, собирался мой лук Выдвигают такие очень сложные, замороченные гипотезы Хотя этот образ собирался абсолютно интуитивно Как и многие стилисты собирают и любят одежду и образы глазами И вот здесь я тоже не могу так вот прям разложить по правилам Как собран был этот образ Но давайте попробуем повторить и посмотрим, как он смотрится на мне Могу вам сказать, как на духу Без этой картинки я бы никогда не составила такого комплекта Но мы немножко миксанули Мы взяли в цветах жакеты и сапог юбку Немножко досталось нам балентиашки в виде лодочек Клетка-клетка Голубая рубашка Ой, синяя рубашка Мельфлер Чуть более спокойный, чем на фото Сумка у нас, в принципе, такая же неподходящая Но оставим здесь ее для того, чтобы было максимально похоже В целом, получилось ок Особенно мне нравится здесь сочетание Это и блузки, и жакета, и юбки Обувь бы и сумку я бы взяла другую В моей интерпретации этот образ выглядел бы вот так С налетом Школьная учительница, немного фриковатая, из 80-х Цвет сумки поддержан одним из оттенков на блузе Плюс обувь с квадратным мысом Опять же, дает нам какой-то ретро-эффект Любой образ, который вы видите на стрите Его нужно перерабатывать под себя Иначе не будет вашего состояния характера и настроения Если вы просто скопируете образ, который вы видели Адаптируйте Вот перед нами один из сложных, действительно сложных образов Хотя здесь он практически полностью взят с подиума Это миу-миу Блузка с отложным воротником, с вышивкой Коричневый ремень Юбка также в такую очевидную фактуру Плюс носки и серебристые босоноги Смотрите, сочетание на первый взгляд не банальное Особенно носки плюс босоноги Я в своем случае, скорее всего, сделаю нечто помягче Хотя по цветам здесь все процитировано То есть коричневый в носках он от ремня и от сумки идет Синяя такая платформа полосатая от вышивки на блузе Но сочетание и сама форма этих вещей выглядит не банально Я сейчас перемерила и пересмотрела уйму вариантов с разными видами обуви И почему-то все равно в итоге остановилась на серебристых босоногах на шпильке Как-то они мне показались сюда логичнее, чем какая-то массивная обувь цветная Серебристых у меня на платформе не нашлось И я натянула носки, это носки из мужской зары, как гольфы, чтобы они скрывались под юбкой Чтобы не давать вот этот слишком объемный низ Поскольку у девушки на фотографии юбка кокон У меня юбка в складку, которая и так дает довольно большой объем к низу В общем, как-то чуть-чуть повернули пропорции в другую сторону Ну и, конечно, ненарядность этой блузки очевидна по сравнению с той, что на фото Ну и заключительный такой немного взрыв мозга Образ, который я увидела на манекене в ЦУМе И думаю, так, друзья, у меня же все есть из этого образа Ну-ка, дай-ка повторю Честно, не знаю, как это получится Но клечатая рубаха с объемными рукавами В моем случае это платье Юбка с валанами тоже есть Подобные лоферы с золотым декором Ну, тоже имеются из арочки Не знаю, выглядела ли бы я такой образ куда-то в люди Или на какое-то мероприятие Но почему бы его не примерить Платье, которое я надела сейчас как рубашку Поверх нам необходима еще какая-нибудь жилетка в пайетках Единственное, что я нашла без каких-то дополнительных покупок Вот этот жилет в пайетках H&M Studio Лоферы Zara с декором золотым И наденем сверху еще тонкий черный ремень С золотой пряжкой Конечно, если бы вместо этого топа был топ, на котором вышиты цветы Ну, в общем, скажу вам, что получилось, на мой взгляд, не так плохо, как я думала будет Ну что, наш эксперимент поставлен Я думаю, на какой-то процент из ста он нам удался Если вам понравилось видео, поставьте лайк Если не понравилось, ну, хотя бы мне за труды поставьте Я так готовилась к этому видео И завелась от этого челленджа повторить образы Как бы то ни было, сам процесс меня очень увлек Спасибо вам большое и до скорых встреч!